Церемония в Государственном Кремлевском дворце соберет несколько тысяч гостей. По традиции, это делегации 32 команд-участниц турнира. Легендарные футболисты прошлого и настоящего, известные артисты, официальные лица. Но в этот раз вместе с ними за церемонией будут следить и 11 почетных зрителей, жителей городов-организаторов Чемпионата мира 2018, которые своей страстью и преданностью футболу заслужили звание супер-болельщиков. В Сочи этого звания удостоился спортивный журналист 70-летний Игорь Мамаладзе. Именно от него горожане узнавали о победах любимых команд, выступлениях, атлетов на соревнованиях. Сейчас Мамаладзе является собственным корреспондентом газеты «Спортэкспресс». Даже в мыслях у меня было, что я в 70 лет наконец-то доживу до того, что увижу собственными глазами в России, в Сочи Чемпионат мира по футболу. Конечно, мы счастливы. Я думаю, что я выражу мнение всех болельщиков города нашего, что это большое событие. Хотелось бы увидеть команды из Африки, из Южной Америки. Ну, практически хотелось бы, чтобы все приехали к нашему городу-курорт. Как мы принимаем? Тепло и радушно все знают. Мы провели великолепные Олимпийские игры. Это говорит о многом. Официальный посол ФИФА Сочи, советский футболист, мастер спорта международного класса Евгений Ловчев признался, что для него Сочи – самый удачный город для проведения матчей Чемпионата мира ФИФА. Где вы еще можете вот тут поплавать, потом взять лыжи или наоборот? С лыжами пойти поплавать потом, да? Вот, это первое. Во-вторых, я во многих уже городах побывал, где-то еще строятся стадионы. Ну, Сочи готов к проведению, однозначно. Стадион великолепен. Притом он уже прошел проверку и Олимпийскими играми, и вот, а футболом, когда с венграми играли. Более того, еще раз повторю, немцы, которые выиграли Кубок Конфедерации, просто в восторге от всего, от гостиниц, от тренировочных полей, от всего, как им комфортно там было. Напомню, сегодня 11 городов-организаторов представили своих послов и супер-болельщиков Кремле. Ими стали люди разного возраста, профессии и увлечений, объединенные одной большой мечтой – принять в России мировое первенство. В том числе известные артисты, спортсмены, представители шоу-бизнеса презентовали многочисленным иностранным и российским СМИ свои города и рассказали об этапах подготовки к чемпионату мира. Все они станут зрителями жеребьевки 1 декабря и получат билеты на отборочные матчи в своих городах.